Как вы относитесь к практике осознанного сновидения? Можно ли такую практику использовать для развития в реальном мире? Ну, вы знаете, и какое ваше отношение к творчеству Карлса Кастанеды? Ну, вот Кастанеду я читал, поэтому могу говорить свое мнение, потому что я читал книги его самого, поэтому, так сказать, без искажения своих книг он передал то, что он понимает. Его практика, это, во-первых, не его практика, а то, что он перенял от индейцев в Центральной Америке, которые добивались того, что, используя мощные наркотики, выбивали свои суть из тела, и она гуляла по другим уровням, и уровню весьма невысоким. Мне приходилось в реальности сталкиваться с шаманами американскими, из Колумбии и так далее, и могу сказать, что эти люди невежественны, да, они кое-что делают, но это такое ничтожное, с того, что реально можно делать, и к тому полностью себя гробят, они полностью превращают наркоманов. И то, что с ним произошло, тоже, даже по описанию, если кто читал его собственное описание, с каждым разом он, картинки, которые он видел, все менее и менее приятны для него были. То же самое, что происходит с настоящим наркоманом, только в этом случае он управляемый наркоман, то есть он в состоянии наркотического опьянения, он какую-то информацию вытаскивает из того хаоса, который там происходит. Но это, понимаете, гробить себя для того, чтобы получить выгоду на копейку, заплатить за это миллион. Вы будете платить миллион за копейку? Кто будет платить миллион за копейку? Вот здесь у меня в руке копейка. Кто заплатит миллион? Кто заплатит миллион? Есть желающие? Нет. То же самое и здесь. Понимаете? И поэтому сновидение, ну что толку даст? Управление сновидения, во-первых, понимаете, дай Бог, чтобы вы действительно научились управлять своим сновидением. Почему? Когда происходит на автомате, то есть по природному плану, суси входят и выходят тогда, когда необходимо. Все отработано эволюцией за многие миллиарды лет, и не на земле даже, потому что мы с вами потомки неземных существ, хотя в последнее время живем здесь. И поэтому, когда человек начинает осознанно контролировать свое сновидение, то есть он вмешивается, отработанный природный механизм выхода сущной из тела и вход обратно. И поэтому можно доиграться, что сущная в какой-то момент может не вернуться в тело и т.д. и т.п. Польза этого есть очень небольшая. Объясню почему. Потому что когда человек выходит из своего тела, у него есть только потенциал, который сущная накопила как батарейка. Вот заряд получил за день, вот этот заряд потенциала сущная имеет. Как только сущная потратит потенциал, дальше она действовать не может вообще. Если уйдет чересчур далеко, или, так сказать, потратит потенциал, может погибнуть и не проснуться. Человек умрет во сне. Это далеко не счастливая и легкая смерть, как сейчас это многие говорят. Поэтому, во-первых, не нужно вмешиваться в природу, то, что отработано. И, во-вторых, пользы этого почти никакой. И многие, к сожалению, опять-таки, направлены к представлению, вот астрального, выхода астрального тела, вот это вот это самое, но многие стремятся к этому. Но даже если вы выйдете из астрального тела, во-первых, не астральным телом, а сущность из тела, если человек даже выйдет из своей сущности тела, ну и что? Но это опыт может, практика один момент, два-три опыта, чтобы приобрести опыт в этом дело. Польза от этого почти никакой. Потому что для того, чтобы реально действовать, человеку нужно быть в своем теле. Только когда человек находится в своем теле, он расплатит потенциалов своего организма, своей физической генетики, и может действительно делать очень многие вещи. А вне тела его потенциал ограничен, и возможности тоже очень и очень ограничены. Поэтому я не рекомендую, по крайней мере, очень сильно на это зацепился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова